Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео по игре Евротрак Симулятор 2. Это рубрика обзора модов. И сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на мод под названием КРАС 64431, друзья. Это, опять же, достаточно уже известный, достаточно, можно сказать, олдовый мод. Существует он какое-то продолжительное время и до сих пор он работает. Работает на версии 1.45, исправно работает, хочу сказать, никаких проблем с этой модификацией нет. Сочетает она в себе достаточно неплохое, скажем так, качество детализации самого мода. Он неплохо, достаточно оптимизирован, то есть он приятен для игры и прям-прям красавчик. Это все-таки КРАС. Итак, друзья, давайте посмотрим, что он из себя представляет. По кабинам у нас их две. Изначально у вас будет установлена кабина со спалкой, но может быть у нас и дневная кабина. То есть спалки, как мы видим, у нас нет. Ну и, соответственно, за кабиной становится чуть больше пространства и оно у нас занимается запасочкой. То есть если вам нужна запаска, то ставите, соответственно, дневную кабину. Но так как я думаю, что на кабине со спальником будет чуть побольше тюнинга, именно поэтому я ее и оставлю. По шасси. Одно шасси 6х4, то есть это у нас всегда перманентно будет сидельный тягач. По движкам. Здесь у нас достаточно интересный набор двигателей. Подписан он как Реал КРАС. То есть я подразумеваю под этим, что здесь, скорее всего, будут звуки реального КРАСовского движка. По лошадиным силам минималка 320, максималка 710. По коробкам. КРАС опти драйвер. Не знаю, существовала ли когда-либо такая коробка или нет, но тем не менее, плюс ко всему, здесь еще есть Элисон и ЗТФки. Ну а что-то мне подсказывает, что просто взяты обычные коробки, опять же, те же самые Элисон и ЗТФки, опти драйверы и просто здесь дописано КРАС. Вот и все. По салону. Он у нас, ребятушки, свой. Выглядит достаточно солидно для возраста уж тем более модели. Очень неплохо салон смотрится. Вопросов у меня к нему нет вообще никаких. Абсолютно никаких вопросов. Есть у нас стандартная приборная панель. Приборная панель под дерево. Вот такой элемент роскоши. Да, друзья, здесь у нас под дерево все разукрашивается. Но если вы любите типа якобы американский типа кастом, то там есть уже такой прикол, что красят вот эти вставки под цвет кузова. Давайте под дерево выберем, почему бы нет. Что касаемо кабины, она естественно красится. Здесь очень-очень много различного рода цветов. То есть без каких-либо проблем вы сможете под себя подобрать тот или иной цвет. Ну, кстати, вот этот смотрится достаточно интересно. Наверное, этот цвет я и оставлю. Может быть, потом поменяю. Итак, тюнинг. Колесные диски. Очень их много. Шоссейный диск V6 у нас имеется. То есть версия 6, версия 5, 4, 3, 2 и вот такая вот первая. Давайте выберем вот такой черный, чтобы он у нас был. Можно колпак вот такой замечательный поставить. Ступица у нас, естественно, также меняется. Ну, в зависимости от того, какой диск вы поставите, та, собственно говоря, ступица у вас и ставится. Гайки, та же самая история. То есть они под каждый диск здесь расположены так, как нужно. Вот, смотрите. То есть если у вас будет черный диск, ставьте гайка диск 1 и как бы можно не париться. Шины. Вот такая у нас есть стандартная для зимы. Ну, то есть имеется в виду, если у вас стоит зимний мод. Шина из спинтаерса. Вот такая шина у нас имеется. Вот такая и вот такая. Ну, шин, да, достаточно много. Если они вам, кстати, не нужны, можете поставить что-то из дефолта. Но здесь уже нужно городить, как я полагаю, какой-то, ну, дефолтный диск, во всей видимости. Я выберу вот шина стандарт. Она прям так достаточно, знаете, круто смотрится. И на черных дисках она прям отлично выглядит. Здесь можно это все, конечно, прикрыть колпаками. Но делать мы этого с вами не будем. Быстренько давайте мы тоже с вами гаечки поменяем. И здесь тоже мы поставим шину стандарт. Во как. Слушай, да вообще классно получается. Мне прям реально нравится, ребята. Мне прям реально нравится. Он такой прям, ты посмотри на него, а. Шоссейник, шоссейник прям такой. Здорово, здорово, здорово. По мордашке, по бамперу. Стандартный бампер первая версия. Стандартный бампер вторая версия. Чем отличается? Вот такая подножечка у нас тут появляется. Вот такой вот у нас имеется старый бампер. И бампер под хром. Ммм, неожиданно. Очень неожиданно. Ну, я даже не знаю. Давайте выберем, наверное, такое с подножкой. Почему бы нет? Шильдик можно вообще, кстати, полностью убрать. Но тогда просто будет черная вот эта блямба. Ни о чем, да. То есть как-то, ну, вот так. Либо вот еще, пожалуйста, можно такой тоже логотип поставить. Почему бы нет? Здесь зеркала, пластик. Ну, имеется в виду корпус, покраска и алюминий. Естественно, ставим пластик. Самое-самое простое, что может быть. Компьютер бортовой стоит у нас здесь. Но мы его сможем, если что, убрать. В общем, это тюнинг салона у нас идет. Здесь огонечки. Огни автопоезда. Вот такие вот могут быть. Либо вот такие. Ну, давайте оставим вот такие. Чтобы все было по канонам. Дудки, кстати, тоже можно полностью убрать. Либо выбрать их нужное, необходимое вам количество. Бегалочки. Тоже можно убрать. Почему бы нет? Здесь спойлер. Обратите внимание. Прям такой. Ой, 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 ой. Я его, наверное, и оставлю. С нему очень интересно смотрится. И, в принципе, все. По салонному тюнингу. Здесь у нас, ребята, можно поставить навигатор. Здесь тюнинг на лабаж. Сисал, естественно, поддерживается, как мы видим. Бортовой компьютер можно убрать. Опять же, да. Для того, чтобы как-то более-менее это все выглядело. Здесь у нас висячие предметы идут. Тюнинг руля. Обратите внимание. Вот такие вот интересные у нас идут рули. Да еще и с оплетками. Ну, прям вообще. Но мне нравится, если честно, без оплеток. Смотрится как-то интереснее. Но рули, как я понимаю, здесь с 250-го, вот этого старого краза. С крокодила, да. Это хотя бы, ну, видно по превьюшкам. Хоть бы заморочились новые превьюшки какие-то, что ли, мы сделали. И чтобы, ну, хоть как-то это более-менее хотя бы в этом плане соответствовало. Здесь тюнинг сидушки. Сисол у нее, к сожалению, не поддерживается, что печально. И все. Никакого тюнинга с палки, ничего здесь нет. То есть, что касаемо тюнинга, именно салонного, хотелось бы, конечно, чуть больше так называемого колхоза. Потому что его явно не хватает для того, чтобы как-то более-менее эту кабину облагородить, одомашнить. Ну, в общем, вы меня поняли. Ладно, ребят, отправляемся на тест-драйв. Посмотрим, как он смотрится с европейскими стандартными телегами. И прокатимся, послушаем кразовские звуки. Погнали. Итак, классически мы с вами начинаем с ночных сцен. Ну, в общем-то, это уже классика на самом деле. И очень достаточно просто здесь проверять освещение. Подъем питания. Загорается невероятное количество контрольных ламп у нас. Загорелся сразу же навигатор. Снаружи у нас машина никоим образом абсолютно себя не позиционирует. То есть, вообще никак. Вот так вот у нас выглядят, ребята, габариты. То есть, сразу у нас загораются основные фары, загораются огни автопоезда. И вот смотрите, какой косяк. То есть, получается, здесь флеера вот эти, да, они расставлены под 5 точек. То есть, мы видим то, что у меня слева-справа по краям кабины этих маркеров нет, но свечение есть. И выглядит на самом деле так себе. Очень бы хотелось, чтобы это как-то исправилось теми людьми, которые за этим модом следят. Ну, это реально не очень красиво. Как бы, да, под фотографию там можно как-то где-то что-то подстроить. Но чуть выше, если захочешь сделать какой-то снимок, то вот эта порнуха, конечно, жестко бьет по глазам. В остальном же все достаточно неплохо. Даже что-то типа света в кабине у нас включается. Ну, естественно, это никакой не свет в кабине. Это так просто приколюха какая-то. Вот и все. То есть, ничего такого сверхъестественного. Белая подсветка приборов у нас, обратите внимание. Вот так у нас выглядит ближний свет фары, индикация, обратите внимание, присутствует. И так же у нас выглядит дальний свет фары. Индикация также присутствует. На гитаре анимация, пожалуйста, у нас дальнего света есть. Ближний у нас, как видите, включается через клавишу. Аварийка, пожалуйста, тоже сигнализируется. Ручничочек. То есть, все это здесь у нас работает без каких-либо проблем. Ну, а теперь, друзья, давайте дождемся расцвета и посмотрим на этот автомобиль при свете дня. Классика Санкт-Петербурга. Давайте сразу проверим дворники. Вот так у нас выглядит первый режим работы. Вот так у нас выглядит второй режим работы с интервалом тоже. Вот так у нас выглядит третий. Здесь интервал уже немножечко поменьше. Ну и четвертый режим работы. Это постоянное, так скажем, вращение вот этой всей замечательной системы дворников. Снаружи, пожалуйста, дворники у нас также, ребята, анимированы. Больше нам дождь не нужен. Мы вызываем шамана, отключаем все эти замечательные команды. Далее нам нужно с вами посмотреть на анимации. Анимация, пожалуйста, у нас присутствуют клавиши с блокировочкой. Также у нас, обратите внимание, лампочка там даже загорается. Вот так вот у нас аварийка работает. Ручник, он где-то там внизу, он тоже есть, он тоже работает. Вот эта стрелочка у нас на давление воздуха также работает. Стеклоподъемнички, ребята, обратите внимание. То есть у нас тут прям весло, оно анимировано, все хорошо. То есть здесь все как должно быть. Что, соответственно, с этой стороны, что с той. А вот смотри, прикол. То есть здесь, получается, стеклоподъемник не работает с правой стороны. То есть как бы я ни нажимал, правое стекло у меня не опускается. Интересненько, интересненько. Снаружи, обратите внимание, у нас стеклоподъемники не засинхронены. То есть у нас, ну, как будто бы стекла подняты. Нужно этот косяк исправлять. И есть такое ощущение, да даже не то, что это ощущение. Вот оно, прям видно, что стекла притонированные. Я бы все-таки тоже от этой тонировки избавился как бы. Ну, снаружи-то ладно, более-менее там какие-то косяки, типа якобы салона скрыть за этим можно. Но когда ты смотришь изнутри, да, ну, не хотелось бы этой тонировки. Как мне кажется, она немножечко здесь все-таки будет лишнее. Так, что нам еще остается? Нам еще остается проверить настроечки. Сидушечка у нас регулируется. Руль, обратите внимание, поддерживает регулировки. Это прикольно на самом-то деле. Настройка зеркал. Левое зеркало у нас работает. Малого левого у нас нет. Переднего зеркала у нас также нет. Боковое зеркало у нас работает. Ну, и правое зеркало у нас, соответственно, также, пожалуйста, работает без проблем. Давайте мы запустим двигатель. Ну, так, чуть-чуть буквально мы послушаем просто, как он звучит для того, чтобы проверить подвеску. В нижнее положение встает. В транспортное встает. И можно максимально, пожалуйста, все это дело задрать. Провода у нас также там, вот в этой всей куче каши-малаши подцепились. Все нормально. То есть, в принципе, почему я сейчас, ребят, не проверяю то, как у нас идет сцепка с прицепами, да, вообще. Почему это у нас из обзоров пропало? Потому что раньше, как бы, все косяки были в том, что по высоте некоторые грузовики не подходили под дефолтные прицепы. И, ну, в общем-то, это приходилось проверять, просто, чтобы вы знали, да, либо можно будет зацепиться, либо все-таки через свободную камеру только телепортироваться, чтобы прицеп зацепился. Сейчас у нас есть пневмоподвеска, мы можем спокойно жопу опустить в максимально низкое положение. И какой бы там кривой коллизия ни была, мы в 99,9% случаев под прицеп заезжаем, и никаких проблем у нас, ребята, нет. Вот такая вот история. В общем, друзья, что хочу сказать. Нужно на этом моде, как мне лично кажется, чуть-чуть больше добавить колхоза в салон. Благо, в принципе, это делается достаточно легко. Просто необходимо на вот те места тюнинга, которые уже есть, просто прописать CISL, чтобы как-то, ну, более-менее было в салоне комфортно. И, опять же, из некритичных таких багов, это вот стеклоподъемники, заставить работать правый стеклоподъемник. Может быть, я что-то не так делаю, он работает. Ну, хотя все клавиши при вас нажимал, ничего не было. Ну, и засинхронить, чтобы снаружи тоже стеклышки у нас опускались. А так, в остальном, достаточно неплохой мод. ФПС вообще не жрет, крайне приятно выглядит, очень аутентичненько, я бы даже так сказал. И можно будет, я думаю, даже взять его в конвой. Почему бы нет? Но, в любом случае, ребят, буду ждать вашего мнения в комментариях. Ссылка на этот мод будет в описании. Пожалуйста, кому нужно, качайте. Если есть у вас тоже какие-то замечания, либо предложения, оставляйте их в комментариях. Мало ли, автор этого мода это все увидит. Ну, а пока будете листать в комментарии. По традиции, ребят, попрошу вас подписаться на канал, потому что больше 50% зрителей на сайте видео смотрят без подписки. Нужно это исправлять. Для вас это мелочь, а для меня, на самом деле, очень-очень приятно. Все, друзья, спасибо вам всем большое за внимание. Надеюсь на вашу поддержку. Дальше вас ждет классический, опять же, уже тест-драйв звуков. Поэтому приятного вам прослушивания. Пока-пока и увидимся. Очень-очень скоро увидимся. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok